Девчонки, всем привет! Меня зовут Оля, рада вас видеть у себя на канале, и сегодня у нас ролик, посвященный сисечной операции и блефоропластике, который я делала чуть больше трех недель назад. Как я и обещала, я выписала все ваши вопросы, которые вы писали в комментариях под предыдущими роликами, и которые вы писали мне в Инстаграм, объединила их по логике, насколько мне это показалось логичным. И сегодня мы по ним пробежимся, я на эти все вопросы отвечу, а ролик будет полезен людям, которые собираются, допустим, делать либо блефор, либо мамопластику. В целом, если просто вам эта тема интересна, то поделюсь своим впечатлением, расскажу про свой опыт, то, как это было у меня. Также я выкладывала уже на канал ролик в формате влога, первый раз, честно говоря, снимала влог о том, как прошел день операции, что было на следующий день и вообще первые три недели. Просто делилась своими впечатлениями, какими-то изменениями, которые происходили в теле, своими ощущениями, тем, где было наиболее некомфортно или что, наоборот, мне легко давалось. Давайте погнали тогда по порядку, по вопросам. Итак, вопрос номер один. И сразу на засыпку. Нужно ли менять импланты? Если честно, я не задавала своему врачу этот вопрос, я читала много о том, что да, действительно, импланты нужно менять. Через какое-то время, через там 10-15 лет я морально к этому была готова. Если доктор скажет, что нужно будет менять импланты, значит, нужно будет. Вопрос номер два. Что было самое страшное, болезненное? Слушайте, я так ждала этот день. Я очень ждала, когда мне уберут вот эти грыжи под глазами. У меня еще немножечко везде есть отек, потому что еще все равно организм восстанавливается. Кем я сейчас что попала? Плюс у меня нет спорта. Мне не было страшно. То есть я не боялась наркоза. Я спокойно относилась очень к этой всей операции. Почему? Ну, наверное, потому что сейчас, как по мне, операция по увеличению груди или там даже редукционы мамопластики, лефоропластики, это все настолько широко распространено. Мне кажется, это делается по 200 раз на дню. И врачи, которые этим и занимаются, знают, что они делают. Мне страшно не было. Тем более, вот, я обязательно поделюсь с вами клиникой, всеми явками, паролями, где я делала. Настолько клевое вообще настроение. Самого первого визита, там, когда это была еще только первая консультация. В день операции мы там просто что-то хихиха-ха. Короче, я задавала все свои вопросы, мне на них отвечали. Все было на таком очень расслабленном, спокойном настроении. Я не чувствовала, что у кого-то где-то у врача или какая-то неуверенность или что-то такое. Ну, мне было очень спокойно. Поэтому страшно мне точно не было. Я даже перед наркозом там умудрилась поржать. Если честно, я настолько сильно с утра хотела есть. Перед наркозом, в общем, нельзя же ни есть, ни пить. Я так хотела есть, что я думала только о еде и о том, как бы попить и как бы хлебнуть кофеечку. Ну, вот, кстати, про хлебнуть кофеечку я буду все-таки пить свой кофе, извините. Пожалуйста, если хотите, можете себе тоже налить и пить вместе со мной кофе. Болезненная. Тут вопрос, что было самое страшное? Болезненная. Болезненная? Ну, слушайте, на самом деле это даже смешно, честно говоря, потому что я морально готовилась к тому, что будет точно больно, что я вот не буду засыпать без обезболов. Я на всякий случай там, к обезболу, который мне прописал доктор, я еще деклофинака закупила на всякий случай со шприцами, чтобы после чего там укол в попу ставить. То, что касается операции, вообще не было болезненно. Я даже не могу назвать это словом неприятно, может быть, где-то немножко дискомфортно. Был момент, когда у меня была первая перевязка на следующий день, на следующее утро, получается, после операции. И в руке у меня стоял катетер вот здесь вот, он был заклеен пластырем. И перед выпиской мне снимали этот катетер, и доктор, когда просто пластырь, поняли, просто пластырь от руки отдирал, я такая, ой, типа, что-то неприятно. И я думала, вот сейчас он будет вытаскивать иголку, а я все эти иголки так не люблю, я все это боюсь. Я смотрю, он уже руку мне заматывает, я такая, что, все? Он такой, ну да. То есть, типа, пластырь было отрывать неприятно, вот это было, как бы, самое болезненное. Так что, девчонки, если кто-то боится, что там будет прямо больно, там будете просто, ну, не знаю. У меня такого не было, у меня вообще все достаточно легко прошло, я понимаю, что у всех, как бы, свой разный опыт, и, может быть, здесь в комментариях будут девушки, кто делал, у них будет другой опыт, но у меня было прямо по лайту. Как бы на одной из перевязок было не очень приятно обрабатывать швы, там корочки уже сошли, просто доктор там спиртом проводил, и я такая, ой. Ну, вы же понимаете, да, что в контексте операции это даже, ну, смешно. Следующий вопрос, как проходила реабилитация? У меня еще она продолжается, сейчас месяц прошел после операции, я сейчас вот сижу конкретно совсем обнаглевшая, без бандажа. На самом деле, я его еще ношу, все время, собственно, кроме моментов, когда я хожу в душ. Завтра у меня будет перевязка, еще одна, и через неделю вот уже доктор мне сказал, что он мне разрешит не носить бандаж днем. То есть, я буду в нем только спать, и днем я смогу ходить уже в нормальном белье, ну, без косточек. У меня прошла операция, на следующее утро меня выписали, я еще мужу сказала, что никаких поехали домой не будет, мы идем с тобой в ресторан, в один кушать, в другой ресторан, я хочу есть, я хочу пить, веди меня везде, я хочу гулять. Потому что с утреца мне медсестра, там, у меня вот этот катетер, она мне в вену загнала всякие обезбол, антибиотик, там, ну, в общем, все, что нужно, там, кровоостанавливающая, куча препаратов. Плюс я еще такая вся, видимо, на дофамине, что у меня там мечта сбылась, короче, у меня такое было приподнятое настроение, я была очень-очень бодрая. Пошли гулять по центру города, мы пошли в кафешки, нас присил у доктора, можно ли вообще ходить гулять, он такой, да, гулять обязательно, потому что спорт нельзя, и чтобы не было никаких тромбообразований, нужно двигаться. А поскольку я человек активный, и для меня сидеть просто и ничего делать, это вообще самое сложное, что можно придумать, я была рада, потому что можно хотя бы погулять. Потом еще поехали, какой-то мини-шоппинг себе устроили, и, в общем, вечером я ехала в машине, я поняла, что я просто вот такая вот без сил, у меня просто закончились силы резко. Было очень странное состояние, то есть ты морально бодрый, ты морально такой, я движ, паришь, там все, короче, хочу везде. А физически, получается, ты очень быстро устаешь, то есть, ну, понятно, что все-таки у организма был стресс, организм бросает все силы на восстановление всех этих тканей, привыкает к новому состоянию, потому что был очень сильный мышечный тонус вот здесь, вот особенно верхняя вот эта большая мышца грудная. Я, конечно, перестаралась, я это поняла, а потом я уже была поспокойнее. Что нельзя? Нельзя спорт, но к этому вопросу мы еще вернемся, про это был отдельный вопрос, и то, что нельзя спорт, мне тоже тяжеловато. Потому что я в последнее время очень активно занималась растяжкой, кто на меня подписан, тот знает. И особенное внимание я уделяла спине, потому что я очень сутулюсь, в принципе, я вообще по всем фронтам со своей спиной старалась поработать, и спать правильно, и ходить правильно, и стараться выпрямлять спину, и тренировки. И без этого было тяжело, потому что еще ходишь в бандыже, и вот сейчас мне уже разрешили не носить вот эту лямку, которая стягивает. А так я ходила в ней, и она еще больше получается плечи вперед. Мне вот это было некомфортно. Очень жду, когда мне разрешат тренировки. Также по реабилитации первые 5 дней я пила антибиотики. Первые, наверное, 5 дней были самые сложные в плане именно вот этой сильной усталости, в плане очень сильного мышечного тонуса, были сильные отеки. Это я тоже показывала во влоге. Вот если вы хотите прям наглядно увидеть, что происходило, у меня там есть такие вставки смешные. Очень сильно отекал живот, вот от бандажа до, где начинались штаны. Вот просто мочка уха, такой курдюк, такой. Ну и сон на спине тоже, это одна из таких больших частей реабилитации. Отдельно сейчас про это немножко расскажу, потому что я к этому морально и физически тоже немножечко готовилась. Хотя я человек, который любит спать на спине. На самом деле, следующий вопрос, что самое сложное было в реабилитации, это вот два момента. Первое, это то, что я сказала, для активных людей будет тяжело именно то, что вы будете физически менее активны, чем вы привыкли. Потому что, если у вас 25 шилл в одном месте, как у меня, то вот это состояние, когда ты вроде спать не хочу, я ничего не хочу, я такой активный, бодрый. А по факту ты как бы не можешь особо ничего сделать, не можешь себе иногда хавку из холодильника достать, который тебе нужно, потому что он на верхней полке. Но это типа такое странное немножечко состояние. Второе, вот это вот сон на спине, при том, что я знаю, что есть люди, которые ненавидят спать на спине. Я люблю на спине спать, и я себя к этому еще и приучить стараюсь, в принципе, не только из-за периода реабилитации, а потому что это полезно. Сейчас я пока стараюсь вот как раз привыкнуть пока у меня реабилитацию, то есть, по-моему, там в районе шести недель нужно спать на спине. В целом, я бы хотела сохранить эту привычку, и здесь я хочу с вами поделиться. Есть кое-что, что я нашла, очень удобная штука, которая мне как раз пришла где-то, вот 21 мая я сделала операцию, где-то 24-25 числа я уже могла ей пользоваться. Там были просто заминки с работой с ДЭКа, был у них небольшой сбой, поэтому пришла позже. Я первые три дня страдала, потом жизнь наладила. Сейчас покажу, что это. Короче, да мы. Для тех, кому немного за, но это на самом деле шутки шутками, если вы раньше себя приучите к сну на спине, вам же будет лучше. Я что-то только вот к 30 годам начала на эту тему размышлять. В общем, это подушка. Смотрите, какая форма, то есть, ой, неправильно, вот так вот получается, вот так вот. Это подушка, здесь вот вы кладете голову, здесь у вас шейный отдел, и здесь у вас боковые валики специальные. Вот так вот она выглядит. Покручу, покажу вам. Значит, в чем суть? Эта подушка специальная, называется Аула от компании Beauty Sleep. Я еще долго там исследовала всякие вот эти вот околоортопедические моменты. Она специальная для того, чтобы приучать человека спать на спине. Думаю, что все знают, что спать на спине в принципе полезно, потому что, во-первых, положение позвоночника, да, вы там не раскручиваете, не скручиваете, в котором сколиозы, вот это вся история. Во-вторых, это меньшее количество отеков, потому что у вас ничего не скручено, вода нигде не застаивается, у вас все ровно. Здесь в чем прикол основной? Видите, форма, да, здесь боковые валики. Эта проблема меня настигала периодически, а здесь, когда у меня нет варианта повернуться ни на бок, ни там на животе поспать, ничего, нельзя никак покрутиться, только на спине. Заваливается, получается, постоянно вот так вот голова, да, шея вот так вот заваливается, здесь и затекает. Я еще люблю отлежать себе ухо так, чтобы у меня просто с утра звенело просто вот так вот в голове. Я думаю, все отталкивались с этим, когда ухо заламываешь, и потом с утра офигеваешь, что как это больно. Здесь, получается, кладешь голову, и у тебя шея расслаблена, то есть, да, оно у тебя может вот так вот, да, ну, просто в ровном таком, да, положении покрутиться, но у тебя фиксируется голова. И у тебя шейный отдел находится в расслабленном состоянии, то есть, у тебя ничего нигде не защемляет, не зажимает. И при этом, из-за того, что вот здесь вот, то есть, она довольно плоская, позвоночник у тебя ровно, ну, то есть, просто спишь ровно. Хотя, я сначала думала, что, может быть, будет, знаете, когда к ресничнице идешь, и вот если у нее не реклайнер кресла, а обычная кушетка, вот так вот на ней лежишь, вроде, типа, думаешь, я сейчас посплю на ресницах, но начинает затекать вот здесь вот затылок, для того, что там довольно твердо. Здесь нет, несмотря на то, что она как бы плоская, очень, у нее специальный материал, который еще запоминает все ваши формы, короче говоря, и это мягко, то есть, никакой затылок не затекает, все очень классно и очень удобно. И эта штука вот прямо мне понравилась. Я считаю, что абсолютно здоровая история, причем я хочу вообще ее оставить спать и дальше. Вот, смотрите, прошло, получается, три недели, чуть больше трех недель я на ней сплю, и я такая, блин, спасибо, люди, что вы это придумали. Потому что это решение вопроса, на самом деле. И из-за того, что, получается, позвоночник расслаблен, то есть, когда мы просто спим на обычной подушке, у нас шея немного вот так вот. Ну, как бы, смотря какая подушка, конечно, на шею все равно, вот у вас шея надела вот так. А здесь он ровненько у вас, все, короче, ровно, из-за этого и крутиться особо не хочется, то есть, ты спишься спокойно, высыпаешься, у тебя лицо не отекает, ничего не отекает, ну, все, в общем, прекрасно. Я очень довольна этим приобретением, жалко, что, конечно, я не позаботилась, так сказать, об этом немного раньше. Вообще, обязательно рекомендую зайти на сайт Beauty Sleep, у них есть там с чего повыбирать, еще хочу потом попозже, сейчас у меня пройдет реабилитация. Еще одну подушку заказать, у них есть Beauty подушка Omnia, подушка от морщин сна в зоне декольте, очень много разных историй. Это все подушки, которые делают ваш сон здоровым, помогают ему избавиться от отечности, от каких-то ненужных морщин, которые раньше времени появляются. У них там есть одеяло, и для моих девчонок у меня есть промокод Разум вместе с Beauty Sleep. Мы сделали для вас промокод на скидку 7%. Обязательно заходите на сайт, это самая большая скидка, чем все другие промокоды на сайте, которые вы можете увидеть, и выберите себе то, что вам подходит. Я прямо настоятельно делаю сильнейший вам рек, потому что это прямо кайф. Сейчас уже муж у меня, он мне пытался ее отжать, но я вообще сейчас реабилитацию, не забрал мне подушку. В общем, мы решили заказывать вторую, потому что ему тоже зашло. Очень удобное положение, но он у меня спортсмен, он шарит во всяких вот этих вот позвоночных делах. Самое было сложное со сном на спине, вот первые три денечка, потому что, ну, действительно, мало того, что у тебя здесь вот все в этой зоне тревожно, так еще и как бы шея затекает, ты вообще просыпаешься такой не очень как бы в себе. Ну, этот вопрос, в общем-то, уже решен, сейчас я уже привыкла. Наверное, две недели достаточно из-за того, чтобы привыкнуть так спать. Если честно, я думаю, что потом ваше тело вам будет благодарно за то, что вы спите как человек, а не как скрюченная улитка. Так что вот так вот, это что было для меня самое сложное в период реабилитации. Следующий вопрос, почему делала сразу две операции? Если честно, судя по тому, как мне описали нижние блефоры, которые делали мне, наверное, больше можно назвать процедурой. Мне ничего не резали в области глаз. Я спрашивала, может быть, мне стоит сделать круговой блефор, раз уж мы идем на это. Мне сказали, что сверху мне нечего убирать, а снизу мне нужно просто там, грубо говоря, оттягивать века, высасывать вот этот подкожный жир, вот эту грыжу и все. Почему делала сразу две? Ну, потому что, во-первых, один общий наркоз, мне сразу там быстренько все сделают, и я не буду еще раз там испытывать какой-то дополнительный стресс по поводу того, что мне там еще что-то нужно, какие-то махинации делать со своим телом. Это первое. А второе, как бы финансово это было выгоднее, потому что в любом случае, я сейчас сделала грудь, и через полгода пошла бы делать блефора, мне бы пришлось все равно еще раздавать анализы, мне бы пришлось оплачивать сопровождение осмотра после доктора. А анестезии, ну зачем, да? То есть тут я просто заплатила только за саму непосредственную процедуру, и все, я ничего дополнительно здесь не оплачивала. Мне это было просто выгоднее финансово, раз уж я делаю, я подумала сделать все сразу. Я думала, что с глазами будет вообще неприятно, я думала, может быть, будут какие-то ограничения, телефоны, телевизоры, чего-то такого. Если честно, я глаза практически вообще не почувствовала, что мне что-то с ними делали. Если бы у меня не было наклеенных тейпов, и вот здесь у меня был на этом глазу синяк какое-то время, я бы даже вообще не поняла, что я что-то с ними делала. То есть какого-то дискомфорта даже не было связано с глазами. Где-то настолько было, видимо, чик-чик, и все. Блефора была с подтяжкой кожи или без? Нет, мне не делали подтяжку кожи, но у меня здесь нечего подтягивать. Слушайте, у меня, в принципе, там не дряблое лицо, вот, поэтому без подтяжки. Следующий вопрос. Какой был размер? Дамы, вообще очень интересная ситуация, я вообще понятия не имею, какой был размер. Не, ну, наверное, где-то типа полтора-два у меня осталось. Наверное, полтора, может быть, это один. До беременности, до моих родов у меня была двоечка, такая стабильная двоечка. ПМС в мясяке это было где-то два с половиной. После того, как я родила, у меня было очень много молока, у меня была, наверное, примерно такая же грудь, как сейчас. Но там было все непонятно в форме, в форме параллелепипеда. Я кормила, несмотря на то, что недолго, у меня просто грудь исчезла. То есть она у меня не обвисла, она не стала какая-то уродская. У меня была нормальная, красивая форма, но она просто стала тупо меньше, она вообще исчезла до такой степени, что у меня просто были, допустим, пушапы. Ну, там, если платье надеваешь, да, какое-то с декольтета, там, надеваешь пушап, там, чтобы вставить туда, что есть у тебя. У меня даже пушап не помогало. То есть у меня просто она там куда-то проваливалась, там, вот это расстояние от лифака до груди. Ну, короче, то есть ее даже никак, ничем не поднять было, хоть носки подкладывать. Мне кажется, что у меня осталась какая-нибудь там единичка, дай бог, полтора, наверное, да, скорее всего, вот так вот. И поэтому, конечно, я не видела смысла делать там условно двойку, двойку с половиной. Ну, зачем? У меня это уже было, это мы уже видели, да, мне хотелось что-то побольше, посерьезнее. Плюс ко всему все равно еще отек, то есть они будут немножечко поменьше, помягче и все такое. Следующий как раз вопрос, сколько миллилитров и какие импланты? У меня стоят импланты МЕНТР, у меня круглые импланты, 365 миллилитров. Обсуждала с врачом вообще, стоит ставить круглую или анатомическую форму, но я не очень хотела ставить анатомию из-за того, что практически все люди, которых я видела в блогах у кого-то или моих знакомых, которые делали увеличение груди и которые ставили анатомию, в какой-то, блин, момент у них этот анатомический имплант переворачивался. Особенно во время спорта. И я думаю, блин, ну я вот это не хочу. Получилось так, что мне доктор и посоветовал ставить круглые, потому что у меня у самой такая была форма, что лучше ставить круглые. И вот я когда описывала, что я хочу увидеть в результате, он мне говорит, ну тогда точно мы ставим круглые, потому что вот будет вот так вот. Что за клиника? Я делала в клинике Формии, я живу в городе Санкт-Петербург, делала в клинике Формии на Ваське. Мне очень понравилась клиника, во-первых, ну потому что это все новенькое, красивое, с очень внимательным медицинским персоналом. Я была довольна абсолютно всем. Мне не до чего было придраться вообще. Все прошло супер, я была очень довольна, и всегда можно было написать, задать свой вопрос до операции, если меня что-то беспокоило. После операции, если у меня были какие-то вопросы, ну там что-то можно делать или нельзя, ну какие-то такие, знаете, бытовые уже моменты. Всегда все на связи. В целом я считаю, что даже, кстати, по цене, ну мы тоже как бы по цене вопрос будет. Я во многих клиниках была, и я не знаю, я вообще, честно говоря, когда мне здесь озвучивали цену, я немного удивилась, потому что я думала, что будет на порядок дороже. Цена получилась такая, ну, средняя. Учитывая, что я делала две процедуры. Кого я делала? Я еще оставлю его ссылку, оставлю его фамилию и имя отчества, чтобы вы могли, если кто-то хочет, да, тоже попасть к нему на консультацию. Это Албот Ян Сергеевич. Я хотела, чтобы меня врач услышал. И вот тут у нас просто такой коннект произошел. То есть я попала, меня вообще отлично услышали, и я была очень довольна, я уже расслабилась. Я, конечно, сходила так чисто номинально, потому что я уже была записана на консультации в две еще другие клиники, но я уже понимала, что я буду делать здесь, у этого доктора. Сколько стоило? Я сейчас принесу прямо документ, где у меня написано по пунктам. За все дала 346 тысяч. Из них 86 стоили импланты, нижняя блефоропластика 55-250. Просто вот опять-таки, если бы я делала, например, нижнюю блефоро отдельно, да, в другой раз, я бы еще заплатила за осмотр-консультацию, да, 2700, я бы заплатила за наркоз, 2500, я бы заплатила за наблюдение. Суть в том, что я бы заплатила около 100 тысяч за нижнюю блефоро, если бы я делала его отдельно. Вот, а тут поскольку в комбо, я просто сэкономила денег. Я так считаю. Я не могу сказать, что в наши дни это какая-то очень дорогая цена. Очень сильно довольна. Сейчас уже, когда я вижу, как бы, реальный результат, который я получила, я вообще кайф. Много ли анализов? Да, девочки, анализов много. Там много показателей крови, УЗИ груди, кардиограмма, справка от терапевта, флюшка, тест на ковид. Короче говоря, я понимаю, что на самом деле это все можно было бы сделать порядочно, дешевле, просто потому что большую часть можно было сделать в поликлинике. Но мы тогда делали в квартире ремонт, мы жили за городом. Мне очень не хотелось таскаться поликлинику из-за города, я сделала просто в частной лаборатории. У меня получилось за все анализы около 15 тысяч. Еще какая была трата, тоже забегая немного вперед, это была трата на аптеку после выписки. То есть вот в аптеке тоже около 15 тысяч мы оставили. Но на анализах можно как бы сэкономить и сделать их в поликлинике. Следующий вопрос. Когда можно в спорт? Мой любимый вопрос. Как я говорила, у меня завтра перевязка и следующий через неделю. Через неделю будет 5 недель, по-моему, 5 недель после операции. Доктор сказал, что уже вот через неделю он мне разрешит лайтовое кардио, какой-то лайтовая нагрузка какая-то на нижнюю часть туловища, на ноги, растяжку, но тоже только низ. То есть пока что все это должно быть без подъема рук, без каких-то тяжелых весов. Но в целом я не занималась какими-то именно тягами, чем-то таким. Я не ходила в спортзал, я занималась именно растяжкой с тренером. Я, конечно, жду, когда можно стоять в планке, жду пресс. Но я так понимаю, что вот сейчас мне разрешат какую-то лайт-версию. Возможно, к концу лета, когда пройдет 3 месяца хотя бы, разрешат чуть-чуть побольше. Но, как я понимаю, прямо-таки полноценный спорт с подъемами, если вы там делаете какую-нибудь становую, не знаю, то, наверное, по-моему, там где-то в районе полгода придется подождать с вот этими вот историями. Без спорта тяжеловато, но я уже про это поныла немножечко вам. Ну и в целом я как раз-таки в конце апреля, я наконец-то села, хоть и криво, но на один шпагат. И я понимаю, что я как раз до операции, но я очень хотела это сделать. Вот будет лютый откат сейчас из-за того, что у меня просто уже месяц без тренировок. Но ничего, будем нагонять, будем дальше заниматься, приводить себя в порядок. Я еще сейчас зажралась, просто максимально у меня уже какие-то там появляются. Я такая, я-то думала, что это отек, а я уже понимаю, что это не отек, короче. Это просто я нажрала. Может быть, хотя бы кардио. Сколько носить бандаж? Шесть недель, получается, в нем ходить все время. Три недели я ходила еще с лямкой, вот этой тугой верхней. По-моему, что-то три месяца в нем надо спать. Двадцать пятого я узнаю, сколько в нем нужно спать. Ну, если честно, мне кажется, что я, может быть, и подольше в нем буду спать, потому что во сне, ну, короче, в бандаже как-то оно надежнее. И мне кажется, что даже если мне там скажут, условно, через месяц ты там можешь спать без бандажа, скорее всего, я оставлю его спать с ним еще какое-то время, пока я не почувствую, что я уже точно чувствую, что у меня все зажило. Как обстоят дела с чувствительностью груди? Потрясающе. Как я и говорила, после операции чувствительность сосков очень сильно повышается, особенно первые, наверное, дней пять. Вообще, просто я офигевала. У меня там еще в бандаже марли вставлены были такой толстый слой, и вообще чувствительность такая была сосков. Но вот нижняя часть, у меня внизу груди швы у меня находятся, и вот нижняя часть сначала была немевшая до такой степени, что я даже когда ходила на перевязку, мне доктор снимал со швов вот эти, ну, как, тейпы, и я не чувствовала, как он снимает. То есть, мне даже не было неприятно из-за того, что он снимает со швов что-то, и я не чувствовала. Вот. Ну, вот было такое, как онемевшее, сейчас это уже проходит, то есть, сейчас я прям чувствую. Первое время я, допустим, вот здесь трогала, но я вообще не чувствовала, что я дотрагиваюсь. Вот, сейчас уже чувствительность возвращается, в верхней части вообще все окей, то есть, в боковой вот здесь тоже все окей, вот здесь, вот здесь, только снизу немножечко такое, как чуть-чуть еще онемевшее осталось, но я думаю, что это просто временем пройдет, когда уже полностью восстановится все, когда пройдет уже полностью отек и так далее, и так далее. Следующий вопрос, у нас с вами осталось 4 вопроса. Сколько заживали глаза? У меня вообще, получается, левый глаз, ничего с ним не было, там был маленький-маленький отек, дня через 3, мне кажется, он уже выглядел как человек. Вот здесь вот под левым, ой, получается, наоборот, здесь, да, под левым, под правым глазом у меня был синяк. Знаете, вот сейчас, получается, сколько завтра будет? 4 недели, но он прям вот, чтобы меня полностью, вообще полностью, полностью прошел, наверное, дня 4 назад. 3 недели, считайте, вот у меня был синяк. Но я так понимаю, что вообще не у всех синяки, то есть, там может быть просто сосуд какой-то, еще что-то, и вот поэтому этот синяк получился, потому что под этим глазом не было. Но несмотря на то, что был синяк, именно вот ровность вот эта, да, потому что у меня прям были грыжи. Вы можете посмотреть любой предыдущий ролик мой и увидеть, что там лицо, ну, нет такого, что видно, что я какую-то подтяжку сейчас сделала, знаете, или что-то такое, но я не хотела такой эффект. Но взгляд более свежий, более отдохнувший. На любом из предыдущих роликов вы эту грыжу увидите обе под глазами, сейчас их нет. Но сейчас еще чуть-чуть я все равно отекаю, у нас сейчас утро. Вот, это я первым делом снимаю вам видосик, поэтому еще немножечко такое отечность сохраняется. Ну, и я вчера еще обожралась соленого на ночь. Больно ли делать глаза? А я уже вначале ответила на этот вопрос, что я вообще не почувствовала, что я что-то там делала, не будем еще раз этому солить. Единственное, что, ну, как бы, можно отнести к дискомфорту, это то, что просто у меня были наклеены тейпы, но они ничего не тянули, ничего не пережимали, но просто как факт, ты как будто бы все время ходишь в патчах. Как прошел наркоз? Следующий вопрос. Прекрасно. Наркоз прошел прекрасно, я очень потрясающе в него заходила, меня замечательно из него выводили. У меня был прекрасный анестезиолог, вообще вокруг атмосферы в операционной была очень веселая, там играла музычка. Со мной болтали до последнего, у меня во влоге есть кусок, где я под наркозом, я начинаю в него уже уплывать, я такая что-то, я там куплю весь шейн, я полетела на Самуи, короче, на что-то я там угорала. Но проснулась я очень замечательно, я так вот полежала, я поняла, что у меня была операция, я открыла глаза, там сидели кто-то из медперсонала, кто, ну, как сказать, встречали, так сказать, меня после наркоза. Сказали, Олечка, все, ты пришла в себя, давай потихонечку, ну, пока там отдохни, полежи. Я еще глаза закрыла, полежала, уже пришла вообще в сознание, что я там после операции. Не было у меня такого ощущения, что у меня здесь груди, я не могу дышать. Ну, было тяжеловато, конечно, да, непривычно, что дышать тяжело, но не из-за того, что мне на грудь что-то дает, а из-за того, что просто очень плотно застегнута компрессионка была и лямка вот эта. Я потихонечку начала понимать, что сейчас все, там, потом я пришла в себя, меня отвезли в палату, перелекли на кровать, переложили меня все вместе на кровать, вот, и все, я поела, наверное, минут через 40 после того, как вообще открыла глаза, как только я поела, я уже полностью пришла в себя. Я очень хотела кушать, меня не тошнило, меня не мутило, я боялась есть много, я думала, чтобы не нервало, потому что я знаю, что после наркоза только бывает. Я аккуратненько покушала, мне вообще стало хорошо и все, все замечательно. Вот, у меня не было каких-то, там, оров, криков, бреда, там, какой-то такой-то дичи вроде не было, то есть все было спокойно. Анестезиолог очень прикольная была, мы с ней, там, поболтали, она мне все спокойно рассказала, человеческим нормальным языком, что будет происходить, что я, там, должна буду делать, ну, это что она будет делать, ну, короче, все супер. Ощущения после операции. Последний, ну, такой вопрос, да, вопрос не вопрос. Я не очень поняла, имеется в виду сразу после того, как мне сделали операцию, или, вот, допустим, сейчас, поэтому и так, и так расскажу. Ощущения сразу после операции, ну, вот, я пришла в себя, я записывала тоже в влоге этот кусочек, у меня даже в инсте тоже есть закреп про грудь, вот, когда я, там, прям, вот, в моменте, да, записывала это все. Но сейчас, вот, как бы, знаете, более объективно, да, наверное, можно сказать, ну, не было такого, что какая-то была жесть, жуть, ужасно, что-то там больно, нет. Просто я лежала, я ела, я смотрела свой телефон, часа через, там, может, два или, не знаю, три, я уже сама встала, дошла до туалета, ну, он был в палате, но, тем не менее, я что-то там сняла какой-то видос, вот, где я танцую, там, после, после операции, ну, короче, не знаю, было очень лайтово, я никаких, прямо, острых, болезненных ощущений не испытывала, просто, как будто бы, очень сильный тонус верхней, вот, этой, вот, мышцы, причем, я очень, вообще, этому удивилась, потому что, вроде, как бы, швы здесь, а здесь вообще не было никаких неприятных ощущений, да и до сих пор, в принципе, ну, и слава богу. А были только, вот, именно верхняя часть, от того, что был отек, вот и все. На следующий день и все последующие дни было то же самое, как бы, я не могу сказать, что какие-то были острые боли, вообще нигде не было. Сейчас ощущения, конечно, классные, потому что, особенно, когда, там, я иду в душ, или, там, если я бандаж стираю, я его стараюсь, там, пару раз в неделю стирать, благо, есть сушка, но, когда без бандажа, сижу, такая, там, у зеркала обязательно, да и, в целом, даже если по городу иду, даже в компрессионке, все равно все зеркала мои, я так рассматриваю, такая фигура, я очень довольна. Чувствуешь себя как-то, я не знаю, ну, не то, что, знаете, увереннее, но мне просто больше нравится, как выглядит моя фигура, потому что, если попу мы можем накачать, мы можем похудеть, мы можем набрать вес, если нам хочется, ну, в общем, сделать, да, какие-то штуки, мы можем, там, плечи, там, раскачать себе, ну, с грудью ты тут ничего, блин, не сделаешь, хоть ты сколько морковки с капустой ешь, но если тебе ребенок ее сожрал когда-то в один момент, то она уже не отрастет, хотелось, и, короче, мне очень нравится, мне нравится, как стала сидеть одежда, хотя, конечно, половину придется, половину придется попрощаться, сейчас буду активно заниматься тем, что это просто буду выставлять на авито, то, что осталось, сидит вообще просто по-другому, я такая смотрю, думаю, боже мой, что за женщина, как классно, так что, если кто-то хочет решиться, решайтесь, ничего страшного в этом нет, я не призываю, но просто, если там вас вопрос там мучил, и что вы прям вот постоянно сидите, думаете, ну, блин, ну, что, что себе, почему бы не сделать, если хочется, такие были вопросы, ребята, девчата, вот, если, ну, какие-то еще будут вопросы, вы можете писать в комментариях или в директ мне писать, я всегда на все вопросы отвечу с удовольствием, в принципе, это, наверное, все, я с вами прощаюсь до следующего ролика, увидимся, хорошего вам денечка, пока-пока!